И снова всем привет, с вами канал Android Software. Если у вас есть лодка, матрас или просто надувная кровать, то чтобы их наполнить воздухом или подкачать, где-то рядом должен находиться насос. Обычно такой насос не очень маленький аксессуар и всегда теряется где-нибудь в квартире или в гараже. А таскать его в поход или на пляж особого желания никогда не возникает. Я давно присмотрелся к портативным вариантам, хотя и относился к ним скептически. И, как оказалось, зря. Оказалось, это вполне рабочий походный вариант. И сегодня у нас на обзоре будет портативный электронасос Runeis для накачки подушек, матрасов, лодок и всего остального. Поставляется насос Runeis в небольшой картонной упаковке. На лицевой и тыльной сторонах изображен сам насос и комплектные насадки. А на одном из боков расположилась информация о характеристиках устройства и комплекте поставки. Внутри коробки находится сам насос, к которому мы вернемся чуть позже. Кабель с USB-A на Type-C для зарядки гаджета. Мультиязычная инструкция, в которой русского языка, к сожалению, не оказалось. И три различные насадки. Давайте рассмотрим заявленные характеристики устройства. Емкость аккумулятора составляет целых 5200 мАч. Время зарядки от 0 до 100% составляет около 4 часов, в зависимости от источника питания. Насос можно заряжать как от сети, так и от пауэрбанка или автомобильной зарядки. Максимальное давление на выходе составляет 4000 паскаль. Объем прокачиваемого воздуха 300 литров в минуту. Время работы в режиме насоса на одном заряде составляет целых 40 минут. Сам насос представляет из себя небольшой цилиндр черного цвета, выполненный из ABS пластика. В верхней части находится заборный патрубок для воздуха, а на боковой стороне патрубок выходящего потока, на которое надеваются насадки. Нижняя часть выполнена в виде сетки для охлаждения мотора внутри устройства. На лицевой стороне расположилась кнопка включения и выключения устройства. Для включения нужно нажать и удерживать кнопку в течение 3 секунд. Это защитит вас от случайного включения устройства. А для отключения достаточно просто быстро нажать на кнопку один раз. Далее расположились 4 индикатора заряда, подсвечивающиеся синими диодами. Каждый индикатор равен 25% заряда устройства. И еще чуть ниже находится порт Type-C для зарядки гаджета. Насос Runeis действительно портативный и без проблем помещается в одной руке. Высота устройства составляет около 111 мм, а ширина 80 мм. Вес устройства составляет плюс-минус 300 грамм. Как я упоминал ранее, в комплекте есть 3 разнообразные насадки. Их можно установить как на короткий боковой патрубок, из которого воздух выдувается. При этом есть специальные фиксаторы для надежного крепления. Так и на верхний патрубок для забора воздуха, чтобы насос можно было использовать в качестве вакууматора. Диаметр самой тонкой насадки на конце начинается примерно с 6 мм и расширяется до 10 мм. Средний с 8 мм до 18 мм. И самый большой с 17 мм до 24 мм. А теперь давайте перейдем к главному, а именно тестированию устройства. К сожалению, надувной лодки у меня нет, а вот большой надувной двухспальный матрас есть. Его размеры составляют 183 см шириной, 203 см длиной и 22 см высотой. Итак, подключаем насос к матрасу. Рядом ложим телефон с таймером для оценки, сколько времени насосу потребуется для надувания. А также сдувания кровати. Всего я смог накачать и сдуть матрас на одном заряде целых 16 раз. То есть 16 раз накачал и 16 раз сдул. И это просто отличный результат. Время, за которое насос полностью надувал матрас, составило всего лишь 3 минуты и 50 секунд. А сдул матрас он за 3 минуты 10 секунд. В целом, подводя итог, хочу сказать следующее. Электронасос Runeis очень интересный и полезный девайс для дома и путешествий. Теперь не нужно таскать с собой большой насос, который занимает место и имеет лишний вес. Хорошо и достаточно быстро справляется с накачиванием больших вещей, в том числе надувных кроватей. И думаю, что и для лодок он также подойдет. А еще его можно использовать как портативный вентилятор в жаркий день, где-нибудь в путешествии или на отдыхе. А также раздувать угли в мангале. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мои каналы на YouTube, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Рутуб и Телеграм. А я на этом с вами прощаюсь. И всем до новых встреч.